ДТП произошло в 11.50. Женщина в возрасте переходила дорогу на красный свет. По словам очевидцев, водитель автобуса заметил ее слишком поздно. На место буквально через несколько минут прибыла скорая и полиция, но женщину спасти не удалось. Данная маршрутная такси остановилась на запрещающий сигнал светофора. После того, как загорелся разрешающий зеленый, тронулся водитель. Я так понимаю, что по показаниям очевидцев, не заметив женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на нее. Ну и понял уже это, когда она оказалась под самим транспортным средством. Личность пострадавшей установлена уже? Нет, пока еще не установлена. Возможности нет. Ждем пока следственную оперативную группу, ну а дальше уже будем действовать по ситуации. То есть переходила она на запрещающий свет? По показаниям очевидцев, по тому, что говорят свидетели, да, она переходила действительно на запрещающий сигнал светофора. Водитель маршрутки с места происшествия скрыться не пытался, сидел, закрывшись в салоне. Чуть позже на место прибыла следственная оперативная группа, начали опрос свидетелей. Из-за того, что ДТП произошло прямо на трамвайных путях, за маршруткой вытянулись пробка из нескольких трамвайных вагонов. В Ильичевском морском торговом порту закончились обыски. Сотрудники управления защиты экономики уличили бывшее руководство порта в краже более трех миллионов гривен. Об этом сообщили в главном управлении национальной полиции. В результате обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и документы, которые подтверждают незаконную деятельность на предприятии. Оперативники установили, что исполняющий обязанности директора порта заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью. Согласно сделке, чиновник незаконно передал предприятию склад, который находится на территории порта. Отремонтировать склад должны были за государственные деньги, стоимость строительных работ искусственно завысили, а вот прибыль свыше трех миллионов гривен украли. Досудебные следствия сейчас продолжаются. Сотрудников западной черноморской рыбоохраны подставили, так считает начальник управления. По его словам, вещественные доказательства подчиненным могли подкинуть. Все для того, чтобы якобы опорочить его и снять с занимаемой должности. Чиновник подозревает сразу нескольких человек, в том числе и бывшего начальника управления. Но оправдать своих подчиненных пока не может. Напомню, в начале недели сотрудники СБУ и прокуратуры задержали двух чиновников рыбоинспекции с поличным во время получения взятки. Еще одного при обыске. В его доме нашли боевые припасы. Во главе, я так понимаю, потому что это господин Яцков, бывший начальник УВД. Дальше Стоянов, потом Буяджи, бывший зампрокурор, это все там, они там как бы одна, все живут у нас бароны. Ко мне не один раз приходили они и просили, чтобы я какие-то порешал вопросы с ним. За определенную мезду. В обвал. В Одессе рухнула часть фасада старинного дома на углу Екатерининской и Успенской. Никто не пострадал. Камни и штукатурка упали прямо на тротуар. Рано утром их убрали сотрудники коммунальной службы. Теперь на месте, где отсутствует отделка, видны плетеные перекрытия. Это одно из самых старых зданий в центре города. Дом церковного притча построен был в 1892 году известным одесским архитектором Иваном Яценко. Он расположен под Свято-Троицким собором и долгое время находился в его ведении. По словам местных жителей, последний капитальный ремонт в доме делался 60 лет назад. Это уже не первый обвал в этом здании в этом году. Ранее здесь упали части старинной лепнины и основания балкона, расположенного во дворе. Они остались без дома и живут на съемной квартире. В Приморском суде прошло слушание дела Самвела Амиряна, который оказался семьей на улице. Война между застройщиками в Качерномореце и последним жителем Климовского квартала длится уже полтора года. Чем закончилось судебное заседание, знает Ирина Стрябко. Вот так со скандалом завершилось заседание в Приморском суде. Здесь состоялось слушание по делу Самвела Амиряна, последнего жителя Климовского квартала, который вместе с семьей оказался на улице. Сегодня судья вынесло решение в пользу футбольной команды «Черноморец». Ранее Самвел Амирян подал иск к горсовету. Он требовал включить его в список надселения, чтобы получить новое жилье. По словам мужчины, судья свеченной уговорил его отказаться от данной идеи. Вы сказали отказитесь, я не отказался. Никто не решает, вы написали. Вы сказали отказитесь, я сейчас вынесу решение и мою пользу. Вы обманули меня. Обманули. В прошлое заседание она сказала, согласитесь, чтобы снять второй пункт, я вынесу решение на вашу пользу. Я о втором пункте, о выделении жирплошадей. Она сказала, что вы согласитесь, что я второй пункт снимаю, я выношу решение, что вас включают в списки оттеленцев. Представители СЦА утверждают, во время принятия решения служитель Фемиды в совещательной комнате находилась не одна. Согласно законодательству, данное действие является неправомерным. Сегодня я обнаружил следующее, что в совещательной комнате судья священная находилась более полутора часа, если не больше, и не сама, а с помощником своим, вот она находится здесь, и с секретарем. Как я посмотрел материалы дела, по всем материалам дела, то есть выходит, что человека выбросили на улицу без всяких компенсаций, без всякого предоставления жилья, без ничего. Просто вот захотелось, все человека взяли, выкинули, и все, и на этом точке. Представители ответчика отказались комментировать решение суда и быстро удалились из зала. Какое имеет значение? Какие вы требовали? На прошлом судебном заседании представитель застройщика показала нотариально заверенные заявления жены и детей Самвелла, в котором говорится, что они не имеют каких-либо имущественных претензий к футбольной команде «Черноморец». Самвелл утверждает, это поделки. Мужчина рассказывает, на данный момент он с семьей живет на съемной квартире, поэтому намерен бороться за свой дом до конца. Ирина Стряпкова, Кристина Кондратьева, 7 канал. И пока это все события к данному часу, следить за новостями нашего канала можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию, телефон 726-3226. Увидимся через два часа, хорошего вам дня и оставайтесь с седьмым. Субтитры подогнал «Симон»!